Прослушали аналитический доклад, чем владею и чем пользуются ведущие хирурги, хирурги сетчатки. Сегодня мы послушаем доклад, скорее, практического офтальмолога и сообщение очень интересного для практических врачей, потому что это редкая патология, о которой расскажет Иван Александрович Фланричев. Уважаемые коллеги, позвольте представить сообщение на заявленную тему. Ямка диска зрительного нерва – это врожденная патология зрительного нерва, характеризующаяся ее углублением и серозной отслойкой в макулярной области, вследствие которой и происходит снижение зрительной функции. Достаточно редкая патология, встречается один случай на 10 тысяч населения. Вопрос патогенеза данного заболевания является дискутабельным. Считается, что ямка является колобомой диска зрительного нерва, которую можно объяснить внедрением рудиментарной сетчатки в межвлагалищное пространство зрительного нерва. Некоторые авторы считают, что ямка образуется за счет задержки врастания нервных волокон в канал зрительного нерва. Современные литературные данные свидетельствуют о наличии клапана диафрагмального механизма на дне диска зрительного нерва. По данной теории, стартовым механизмом является повышение внутричерепного давления, которое приводит к открытию клапана на дне диски зрительного нерва. И если ямка находится у края диска, то ток жидкости идет под сетчатку и образуется отслойка нейроэпителия в макулярной области. Если ямка находится в середине, то есть вероятность того, что отслойки нейроэпителия не будет. Если происходит отслойка нейроэпителия, то ямка считается осложненной и требует лечения. Консервативные способы лечения, такие как применение стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов, как правило, неэффективны. Поэтому приступают к хирургическому лечению. Предложены разные варианты хирургического лечения. Это ограничительная лазеркоагуляция с яг-лазерной ретинопунктурой, сочетание витректомии с лазерным лечением. Ну и в настоящее время стандартом лечения ямки становится витректомия с удалением внутренней пограничной мембраны. В зоне удаления внутренней пограничной мембраны создается гиперфильтрация через всю сетчатку, и жидкость уходит из-под сетчатки в стекловидное тело. Появляется эффект друшлака. В настоящее время проявились разные модификации данной операции. Это локальная ретинопунктамия с удалением внутренней пограничной мембраны, применение перевернутого лоскута внутренней пограничной мембраны, ну и, конечно, применение обогащенной тромбоцитами плазмы. В нашем филиале мы используем дифференцированный подход в применении обогащенной тромбоцитами плазмы для лечения осложненной ямки. И целью нашего исследования стал анализ результатов пролеченных больных с осложненной ямкой дискозрительного нерва. За период с 2016 года пролечено 4 пациента, различные методики лечения применялись. Первая методика — это витрактомия с закрытием ямки перевернутым лоскутом внутренней пограничной мембраны, которую мы фиксировали обогащенной тромбоцитами плазмой. Вторая методика, которая применялась, — это интервитриальное введение газа в пузынке, которая отказалась от предложенной витрактомии. И третья методика — это ревизия витрактомии с дренированием субритнальной жидкости и введением субритинально обогащенной тромбоцитами плазмы. Данная методика применялась в пузынке, у которой ранее выполнялась витрактомия с удалением внутренней пограничной мембраны. Методика перевернутого лоскута немножко модифицирована в нашей клинике. Сейчас я покажу это на видео. В процессе операции мы удаляем заднюю геолоидную мембрану. После этого проводим окраску внутренней пограничной мембраны. Производим локальное удаление внутренней пограничной мембраны в височне от фовия. Снизу вверх такой небольшой серповидный участок. И после этого мы начинаем формировать лоскут. Для этого мы приподнимаем внутреннюю пограничную мембрану аккуратно. И совершаем движение в направлении к диску зрительного нерва. Это позволяет удалить внутреннюю пограничную мембрану с макулярной области. И сформировать перевернутый лоскут. Который мы проецируем на диск зрительного нерва. И придавливаем введением перфторорганического соединения. Для того, чтобы фиксировать лоскут, дополнительно мы вводим обогащенную тромбоцитами плазму. Она приклеивает лоскут к диску зрительного нерва. После этого можно безопасно поменять фос на воздух без угрозы смещения лоскута. И для надежной фиксации еще дополнительно сверху наносим пару капель, обогащенные тромбоцитами плазмы. Таким образом, в процессе операции... Мы удаляем внутреннюю пограничную мембрану с макулярной области, создавая здесь зону гиперфильтрации для жидкости. И механически закрываем ямку диска зрительного нерва перевернутым лоскутом, который дополнительно фиксируем обогащенной тромбоцитами плазмы. По данной методике пролечены два пациента. Это первый клинический случай. Представлен на слайде. Пациентка 35 лет. За полгода удалось полностью ликвидировать отслойку нейроэпители и улучшить остроту зрения. Оптическая когерентная томография представлена на слайде. Нам удалось уменьшить высоту сетчатки на уровне фовия за полгода на 366 микрометров. Оптическая когерентная томография данной пациентки на слайде мы увидим. Стрелками указан перевернутый лоскут ВПМ на диске. И через 6 месяцев он становится более прозрачным. Мы видим, что после операции отслойка нейроэпители еще присутствует. Через 6 месяцев практически полностью отсутствует. Следующий клинический случай пациента пролеченного по данной методике. Через 3 месяца нам удалось полностью ликвидировать отслойку нейроэпители. Достаточно хорошо улучшить остроту зрения. Однако при оптической когерентной томографии мы выявили, что над диском лоскут внутренней пограничной мембраны поднялся в виде паруса. Что нас насторожило. И через 6 месяцев был рецидив отслойки нейроэпители. Или оптической когерентной томографии. Вот мы видим лоскут, который... Вот лоскут ВПМ, который поднялся над диском. И рецидив через 6 месяцев. Данному пациенту проведена магнитно-резонансная томография и выявлены признаки гидроцефалии. Учитывая современные данные литературные по патогенезу данного заболевания, пациенту назначено совместно с неврологом, назначены диуретики. И ждем результатов лечения. Если данное лечение не поможет, то пациенту планируется введение субретинально обогащенной тромбоцитами плазмы. Следующая методика лечения, которая применялась, это интравитриальное введение газа. Пациентка, которая отказалась от предложенной витректомии. Результаты отражены на слайде. Достаточно низкий мы получили результат лечения. Ну, как и ожидалось, пациентка от хирургического лечения отказывается от дальнейшего. И последняя методика, которая применялась, это субретинальное введение обогащенным тромбоцитами плазмы пациентки с рецидивом от слойки нейропидели после ранее проведенной витректомии и удаления внутренней пограничной мембраны. Через 6 месяцев после проведенного лечения нам удалось полностью ликвидировать отслойку нейропидели и улучшить остроту зрения, что мы видим по оптической когенентной томографии. Таким образом, техника перевернутого лоскута является эффективным методом лечения, позволяющим уменьшить отслойку нейропидели и улучшить остроту зрения. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы позволяет фиксировать перевернутый лоскут в внутренней пограничной мембране. Ретинопунктура с субретинальным введением обогащенной тромбоцитами плазмы является эффективным методом лечения при рецидивах от слойки нейропидели после ранее проведенной витректомии. Однако, учитывая имеющиеся рецидивы, требуются дальнейшие изучения патогенеза данного заболевания для определения оптимальной стратегии хирургического лечения. Спасибо за внимание. Иван Александрович, спасибо. Спасибо. В своем выступлении Вы четко показали, что Вы на уровне и других филиалов, и главной организации. Это начало. Видно, но то, что Вы смело выступили, молодец. Единственное, мне непонятно, пользуясь, что Вы последний, за Вами уже никто в очередь не стоит, хотел спросить. Вы сказали, что ввели тяжелую жидкость, придавили, а потом ввели обогащенную плазму. Вы ее как, через тяжелую жидкость ввалили? После того, как вводится перфтородогоническое соединение, вводится обогащенная тромбоцитами плазмы. На поверхность этой плазмы? Нет, под фос. Если конюльку опустить максимально близко к диску зрительного нерва, то обогащенная тромбоцитами плазмы смещается под лоскут, как производят откраску, например, внутренней пограничной мембраны. Понятно. Фос, например, вот так. Спасибо. Можно еще спросить. Когда мы говорим об эффективности вывода, мы предполагаем высокий коэффициент эффективности, который рассчитывается математически, достоверно на определенном количестве клинических случаев, которые тоже рассчитываются. Какое количество случаев нужно? Например, в одних случаях 30, в других 40. На двух случаях, в других случаях, на одну. Какие выражения применять некорректно? Это первое. Второе. Были какие-нибудь у вас на кроликах испытания? Да, потому что с веществу вы целых не делаете? Не проведены исследования экспериментально, в лабораториях условиях. Как это? Ну, мы не проводили исследования. Витрактомия с удалением ВПМ, это уже является стандартом лечения данной патологии. Методика эта не новая. Она предложена в 2014 году белым Юрием Александровичем. Он предложил закрывать лоскут внутренней пограничной мембраны. Но мы попробовали один раз данную методику, но у нас было смещение лоскута. И мы думали, как фиксировать этот лоскут. И в 2016 году более активно стали применять обогащенную тромбоцитами плазму. И она очень хорошо приклеивала лоскут. И мы стали просто ее использовать. Ну и плюс опыт коллег, да? Да, конечно. Нет, Дмитрий Олегович, который много. Ну и вот сейчас эта методика широко пошла. Поэтому, Наталья Александровна, должно было прозвучать. Вы правы. Так, коллеги, какие-то вопросы, возможность есть, прежде чем хозяева конференции заберут микрофон на меня? Да, конечно, Валентир Михаилович. Валентир Михаилович. Ну, существует и активная невосклеризация в процессе возникновения активного очага воспаления. И очень часто промененция, она как бы стимулирует невосклеризацию. Как мне представляется, мы пытались ввести препарат на фоне пропененции активного воспаления. Получили ухудшение, кровоизлияние получили. Вот, наверное, все-таки действительно постпоспалительное. Потому что невосклеризация, вот я уже давно-давно в кандидатской обществе ощущала, я же писала, что она имеет как бы двоякое происхождение. Может быть, вследствие активного воспаления и вследствие последующего, постпоспалительной, значит, вторичной дистрофии хориоритинальной. И вот лазер очень хорошо помогает, когда это активная невосклеризация, и совсем не помогает, когда постпоспалительная. Вот, наверное, здесь нужно такую акцию сделать, что активность должна быть ликвидирована, прежде чем вводить антибиджи. Ну, Валентина Михайловна, наверное... Да, я спросила и сама ответила. Да, молодец. Прошу прощения. Я только хотела сказать это. Ну, просто нужно ваше согласие или не согласие? Да нет, конечно. Но тот факт, что расширили показания, что даже на эксклеризации после хориоритинита и целый ряд, там я показал только, по-моему, 4 или 5, их значительно больше. И то, что при центральной сирозной хориопатии это стало действовать. Да, это не говорит о том, что действует на 100% при каждом варианте. При одних лучше, при других хуже. Но действует то, что раньше было вообще не под волосы нам. Но появился просвет в конце тоннеля. Спасибо. Да, вы правы. Так, Николай Петрович, мы отдаем вам микрофон. Уважаемые коллеги, ну, мы завершили. Да, удивительно. Я думаю, по идее, а тут оказывается все на месте практически. Вы знаете, для нас, наверное, всегда, когда устраивается какая-то конференция, стоит вопрос, можно ли проводить какую-то тематическую тему, взять за основу. И по одной теме, чтобы там вот выступали люди и гнали одну и ту же тематику. У нас различные лекции, различные выступления. У нас сегодня диапазон вопросов, которые были подняты, довольно большой. Посмотрите, от нейроавтомологии и дальше. Каким были такой вот объем довольно большой информации получили. И это за очень короткий промежуток времени. Я думаю, что вы не устали. Успели так, столь активно работать, просто немножечко отдохнуть даже. Ну, а сейчас немножечко... Спасибо большое, мы завершили всю эту программу. А сейчас маленькая...